Вопрос за вас, я отвечаю. Чернобаев и Эдуард, это не Леонид Чернобаев. Это сфотофанисты. До связи Южный Урал. В крайнем вебинаре вы сообщили, что часть НКО готова к отправке. Не было информации только по черенкове сада Тотарова. Я надеюсь, что человек имеет в виду, что Тотаров тоже нарезал черенки. И теперь коллекция уже не железов Чернобаев, а железов Чернобаев-Тотаров. А у меня до сегодняшнего дня в каталоге против Тотарова, этих самых, сортов стоит прочерки. Дальше человек пишет. Жду от вас каталог по черенкам, так как по двое яблони, груш и семечек. У вас уже двухлетки. Уже, кстати, после первого года уже надо было кое-что прививать. Достигли понедельного для прививки диаметра. И ждут своего часа. Прививка весной. А пока заготовка. Но напомните, чем толще ветка, которую вы закажете, и умудритесь, а пока это предварительно, умудритесь ее привить. Вот такие. Желательно, конечно, на косой срез, то есть каплировкой. Вот. Лучшей каплировкой можно в расщеп. Если подвой еще толще, можно в расщеп. Но от диаметра, интересно, это не сразу ко мне пришло. Это надо было научиться острейшим ножом немецким импортным. Мне пришло, говорит, помогите с ножами. А, кстати, я на вопросы отвечаю. Итак, Сарвард Калек, специалист по ножам. До сих пор ни одного ножа не сделал. Прошлогодние были. Хоть с трудом, но проданы. Ну вот. Как отзовется через месяц-два? Вот. Зима придет, значит, что-то опять делать ножи. Смотрите. Вот это вот Силенген Герман настоящий. Уже есть подделки. Это не наша сказка. И вот когда вот таким ножом работаешь, то вот такой толщины ветки, удаляюсь все совместить. Вот. Как-нибудь может. Ну, зима длина. Возьму вот пару таких вот. Даже толще, чем вот эти пальцы веток. Совмещу, обмотаю, покажу. И вот что интересно. А их труднее. У них может быть какая-то несовместимость будет. Ну, тяжело, когда вот такие длинные, вот такие вот, знаете. Такие вот длинные, длинные, вот такие вот. Вот. Длинные и до 10 сантиметров срез надо сделать ровный. А абрикосовые, а я про них. Они очень твердые, абрикосовые древесины. Но если удалось, потом берешь пленку. Вот. Кстати, пленок уже никогда не будет. Антон Валерий сказал, больше никогда не будет. Это те, которые вот как раз для этого. Помните, я их прямо перед краном показывал. Чтобы, как любые огрехи, чтобы все-таки были сглажены хотя бы вот сверхусилием. И тогда, а это надо делать желательно, чтобы было на земле, чтобы был уже пророщенный на постоянном месте подвой. И вот, стоя на коленях, когда вот это вот удается сделать, вот, чудо-ниносом в землю пашешь, и тогда он вырастает, если вот этот метровый, у меня лучшие получались 2-2,5 метра с раскидистой кроной, представляете, и с тысячами светочек почек. Фотографии есть, я вам показывал, ни раз и ни два. Вот это я хотел сказать. То есть, когда вы будете в ветке, обычно, ну, пишите ветки, ну, присылаю какие. Вот, развертся карандаш, шариковую ручку. До нормального человека нормально. Приживется, метровый парус даст, на второй год 2 метра, на третий год 3 метра. Но, для тех, кто освоит вот такие вот, видите, разница какая. Вот такие вот, кто освоит толстые, у них будут уже не просто саженцы, не просто деревья, а супердеревья. Вот этим я и это самое, каким-то образом добился успеха, и мне было не стыдно демонстрировать результаты. И уже становиться учителем, потому что вы можете где угодно прочитать. И вот, да берите про это. Там косой срез, расщеп, все сделано аккуратно. Да многие уже, кто-то еще пользуется 19 века рисунками в своих статьях или фильмах. А некоторые уже сами действительно нафотографируют, понаделают, все молодцы. Но сказать, что чем толще, тем мощнее саженец, об этом ни в одной нигде никогда. Вы первые услышали. Так, теперь, ну это что делать с членами Татарова? Да не будет их. Знаете, тут дошла коса на камень, в каком плане? Значит, если поделить доходы пополам, то получается, моя половина дохода, а так, в рублях, она вся уходит в расходы. Ну так случается. Поэтому вы с ценой не договорились. Вот. Вы, надеюсь, поняли, чем речь идет. Поэтому жду от вас каталог по черенкам. Так как по двое уже двухлетки. Предельный диаметр, уже час. А дальше. А вот по двое и слив китаек, тоже ваши, неплохо зашли на следующий год. Вот это их особенность. И у меня так не раз было. В год тишины, а на следующий год дружные сходы. После посадки строительство в грунт, и уже готовы для прививки. Тоже готовы. Так, кто пишет? А, Гажинин Чернобаев. Значит. По-моему, уже заказали. Но письмо не свежее. То есть, как не свежее. Я обычно показываю письма последненедельные. Ну вот, последнюю неделю пришло это письмо. Может, заказали, не помню. А вот сам Тотаров. Я его никогда не упускаю возможности разрекламировать. Нас осталось, так и хочется сказать, полтора человека. Ну пусть три с половиной человека. Пусть так, ну пять. Вот. И это страшная вещь, когда такие люди фактически не востребованы. Вот. Этот человек мог бы работать на государство. А не торчать на рынке. Вот сколько вы, вот я всегда говорю, сколько это, чтобы не жить? Нет. У нас в Сибири нет богатых. Они там. Вот. В другом месте. А здесь люди живут, выживают. Помните мой фильм, когда мы это? Уезжали, он увозил обратно непроданные саженцы. А рядом люди покупали у киргизов машины с киргизскими номерами. Никому до этого дела нет. И вот получается, что так как он не может продать саженцы или нарастить хоть из-за этого и объём, чтобы у нас было побольше садов. И вот такое вот стало величайшей редкостью. Я ехал с этого. Сейчас объясню. Я ехал с Черемушек. Я туда отвозил до Скобилова. Он ведь к кому-то в гости ехал. И у него ещё и гость был из этого. Кстати, тоже из Киргизии. Но учёные. Не торгаш, а учёные. И вот я их высадил. А они по роману не стоят. Вот их ноги. А здесь я с женщинами устроил допрос. Я говорю, значит, вы меня знаете? А как же, Валерий Косович? Конечно, знаем. Это было очень приятно слышать. Тогда я уже с ними говорил, как со своими. Деревья режете? А мужик стоял рядом тоже, сказал, режем. А эти сказали, не режем. Я говорю, вот поэтому у вас, видите, сколько добра? Не резали. Вот. Мне так понравилось, что три женщины в один голос сказали, не режем. Это раз. Ради чего это съёк? Во-вторых, это остатки былой роскоши. Вот. Это уже остатки, поверьте мне. Было 10-20, а может и 50 раз больше. Вот. А почему? Это черемушки. Знаете, чьи там саженцы попали туда и стали деревьями? Правильно? Тотарова, вот, Филиппева, Железова. Ещё моим, теплозносятся, я же раньше Сергея начал. Вот. Я много лет ими торговал. И? А всё, что попадает с юга, ну, они же мне говорят, ничего не растёт, всё помирает. Вот. Черенки. Значит, это Юлия Сергеевна, моя племянница. Вот это я пока один показываю заказ. Это пришёл заказ, по-моему, на 60 черенков. Вот. Вот их внешний вид видели? Это я хотел это показать. А потом ещё кое-что покажу. Вот. Потому что без этих черенков, вот, без таких черенков, вот это всё изобилия бы не было. Вот. Тотарова, Филиппева, Железова. Заметьте, мы друг друга не учились. Мы все самоучки. Как получилось, что когда смотришь, у меня есть эти фотографии. Я делал фотографии саженец Чернобаева, я делал фотографии саженец Филиппева. Улучшая капулировка. Вот. Вот, корни в этом самом прекрасное, значит, прививка у земли. Всё как положено. Вот. А тут же рядом прививка почкой, прививка почкой, тысячами продают. Вот. Этим мы отличаемся. Три самородка. Вот. И это редкий случай, когда мы имеем моральное право-то продавать саженцы. Редкий-редкий случай. Так. Валерий Константинович. Хочу заказать костык и абрикосы, или... Так. Делаю повторно. Себе заказывал в семнадцатом, а это сыну. Для себя заказывал Артём, Амур, Байлевицкий, Серафим, Королевский. Зачли все, кроме сорта Королевский. Да. У меня... Нет объяснений этому, и я не могу... Ладно, догадок не будет. Деревьям пять лет. Перевые зацвели в двадцать втором году. Ранний мороз убил весь цвет. Двадцать третий мороз в сорок шесть градусов. Уничтожил все цветочные почки. Не только почки. Из тренадцати сортов груш осталось четыре. И то в плачевном состоянии. Вымерзла несколько яблонь. Яблонь не вишен, не сверх. Все-таки лучше все. Где мы перенесли ваши абрикосы? А? Порадов хорошим прёстом. Заметьте, именно абрикосы. Другие не ваши саженцы погибли. Я ничего не добавил. Я тут и о плохом. Видите? Все. Ничего. Я хорошим. И так, значит, другие не ваши саженцы и абрикосы погибли. Надеюсь, в этом году первое вижу плоды. Хотел выписать косточки. Смотрите. Королевский. Рыжий. Академик. Фаина. Крупноплодный. Зелезовый супер, Серафим. Не знаю, прав ли я. Прав ли прав? Хе-хе-хе. Сейчас я возгиб этого. Извините. Ушат холодной воды. Вы как-то писали, что чем крупнее котика, тем менее морозостойк сорта. Так же и просил. Посоветуйте, что взять. Для всего возможность получить черенки с привитых деревьев. Каких стоимость? Ну, про привитые деревья че скажу. Значит. Тут все зависит по двое. Вот. Про толщину черенков я сказал. То, что будут свежие, то, что будут качаные. Все понятно. Ну, и еще. Не спрашивайте у меня, какие именно. Принцип только один. Как можно больше. Тычьте где угодно. Заказывайте больше черенков. В этом году. А вы знаете, что у меня уже? Формелла. Дочки Мелбы. Зависел. Нет, нет. Доченька. Все. Приехали. Загляните в каталог. Кончились. У меня их и не было. А вот Сарабаева не кончилось. Вот. Тогда он их связал. То ли 10, то ли 15. В общем. Они уже тут же ушли. Значит. Что? Еще раз. Походили по соседям. Нашли куда ткнуть. Берите. Вот. Я сейчас забыл вам сказать. Если есть сейчас. Ну. Сейчас вроде получше. Для меня вебинары. Как лечение. Ну. Был случай. Вспомните. Я в середине вебинара. Остановил. Трансляцию. И это. И. Ну. Знаете. Что было дальше. Лучше не знать. Так вот. Значит. Мои родственники следят. Даже кто не этот. Даже кто не садоват. Веду ли я трансляцию. Это значит что. Одна же я могу исчезнуть навсегда. Это. Принцип тоже. Так. Другой. Такой коллекции. Как у меня. Чернобай. У Туторов. Больше нет. На всей планете. Предельная. Морозостойкость. Я еще скажу пару слов. Про адаптацию. Когда я говорил. Про. Персики. Надо было там это сказать. Ну. Все же не удержит в голове. Я же. Работаю. Так сказать. Смотрите. Что такое. Персик. Казанский. Казалось бы. Нежнее. Ничего. У меня. Капризная культура. Черешни. И. Першики. Сами понимаете. Это. Самая капризная культура. Вот. До мороз. Как получилось. Что. Я никогда их не укрывал. Кроме. Вот. Последних. Двух. Трех лет. Вот. И. Терял. И. Терял. И. Много чего было. Когда. Передал. Питомник. Железу. Покалечить пришлось. Сыну. Еще больше. И. Так. У них. У Персика. Хасанского. Из культурных. Вот. Самого высокого. Это. Однозначно. Но. Еще. Что. Такое. Добало Сибири. Просто. Так. Посадить. Невозможно. Не. Будет. Жить. Теплица. Будет. Не. Будет. Чем. Разница. Я. Уже. На протяжении 20 лет. Прославляю. Не себя. Нет. А свою. Придуманную. Мною. Агротехнику. Новый способ. Селекции. Абсолютно. Перспективный. Потом. Сравним. Ниже. Вот. Там. Отдельная тема будет. В том плане. Что. Проходили. Годы. Погибали. Я. Надея. С непогибших. Брали. Черенки. Погибали. Я. Никогда мне не погибали. Даже. Даже. Абрикосы. А. Эти самые. А персики погибали. Не скрывай это. И. У меня есть фотографии. С шикарными урожаями. А на следующий год мертвые. Помните. Пожар. Денег ни гроша. Срезаю все ветки персика. А деревья не укрывные. Продаю их. Эти самые. Ой. Чтобы. И продал штук 200 черенков. По 50 рублей. В те годы. Сколько я заработал. 200. 2 тысячи. Ой. 100 тысяч что ли. Да. 100 тысяч я заработал. Но мне от этого не легче. То есть. Они погибли. И тогда. Работа продолжалась. Погребы доставал. Задачку. Опять привал. Потом пошли косточки. Косточками начал заниматься. Черныбаев. Его соседи. А также. Это. Макаров. Вот эти. Супер специалисты. Мезинов. Там. Все время забывают своего друга. Вот. Этого самого. Башкирии. Вот. И у них прекрасный результат. А эти косточки. Уже. Перестали. Даже. Будучи. Непривитыми. На сверхморостоке. По 2. Они перестали замерзать. Что произошло? Правильно. Произошел отбор. И по количеству. Что у меня. Все. Уже. Были. Десятки. Сотни. Деревья. Все живы. Ах. Четыре два. Произошел отбор. По количеству. Произошел отбор. По морозостойкости. По морозостойкости. Произошел отбор. Помните тот самый. Египетический случай. Один год. Я был без абрикосов. Как? Первый заборок. Абрикосы цветут. Персики не цветут. Раз. Погибли все цветы. Потом вступило в это. Светение персики. Слава Богу. Пронесло. Персики завязались. После них. Поздние абрикосы. Зацвели. Опять попали. Под вторичный заборок. Тоже нет. И анекдот. Хожу без абрикосов. А персиков полно. Вот был у меня такой год. То есть. Произошло. То что должно было произойти. Произошла адаптация. Адаптация. И. Отбор. Из всех. В нуду. Персик Хасанский. Десять костик. Ну клянусь вам. Что десять. Вы их не отличите. Ни из внешнего вида. Вы прорастите. И получите десять прекрасных саразов. Вы никогда не догадаетесь. Сараграции мороза. Они у меня живы были. Но не все. Какой из них замерзнет. Какой нет. Но сейчас произошло следующее. Позади. Это началось эпопея в 2000 году. Сараграции мороза. Я рассказывал. Так. И за эти двадцать три года. Произошла невероятная адаптация. Если брать в целом. Был отбор и по морозостойкости. Поняли. Вот. И. Просто адаптация. В каждом месте. Сами знаете. Свой световой день. Все. Все. Даже. Мичурин знал. Что такое солнечное излучение. Нет. Не так даже излучение. Радиацию даже применил слово где-то. Даже радиацию применил слово. Вот так вот. То есть. Везде. Разные условия. Для милого региона. Случилось то что случилось. То есть. Теперь мы имеем. Персик. Персик. Хасанский. Особый. Почему. Не я. Мои друзья назвали. Персик Хасанский. Тире. Клон Железово. Да. Вот и не Персик Хасанский. Вы сейчас выпишите Персик Хасанский. С Хакасии. Посадите. Он сразу замерзнет. Вот. Вот это я хотел сказать. Ребята. Значит. Это же касается чего. Понял. Все выклонил. Стоит ли вам выписать. Академик. Фаину. Вот эти супер шорта. Вот эти вот. Как вы думаете. Вопрос в том. Что. Если у них сейчас. Так. Косточка. В этих. Морозостойкость. Маджурца. Она могла достаться. От подвоя. То есть. Если у них затем нельзя существует. Так. То есть. От подвоя. Передаться. В культурную. А потом уже косточки появились. В культурной части. Они могли просто. Быть. Костя Казамея. Второго родителя. Как правило. Костя Казахстан. Почему. Крупноплодный. Не. 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 Не так. И скорее. Не так. Чем так. То есть. Чем крупнее косточка. Еще не значит. Что она. Менее. Морозостойко. Вопрос. Кто. Папа. Папа. Мы не знаем. Поняли. Ну. Что. Умею. Это. Лапшу ежать. Хе-хе. Как там было. В редкой силы мере. Хе-хе. Сейчас. Мне это смешно. Имея лучший сад. В России. По качеству плодов. Сейчас. Смешно. О. Ну. А получить черенки. И. Стоимость. 200 рублей. И персиковые. 300 рублей. А просто. Любые. Любые. Вот. У меня. Международно. Попросили. А. То есть. У меня. Появились. Особо. Ученики. А вы. Мне пришли. Черенок. Дикого. Сурецкого. Груфа. Зачем. Правильно. У него. У него. Слой. 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 Как они. Крутились. Ну. Примерно. Как. Уш на сковородке. Вот. Ладно. Снова. Чернобаев. Общую картину. Вроде бы. Понял. Ушел. Но. Прежде чем. Сделать. Заказ. Хотел. Узнать. Ваше мнение. Как. Лучше. Материнское. Материнское. Дерево. Дающее. Плоды. Значит. Час. Целый. Проговорили. Пятеринутный перерыв. Вот. Очень сложная тема. В принципе. Особенно. Когда человек. Первое. Слышит. Я вспоминаю. Туда. На семинаре. В Москве. Вот. Два дня. Слушал. А потом. Говорит. Я ничего не понимаю. А я старался. Там. Схемы рисовал. Ой. Какой у меня семинар был. Так. Я на кухню. Мне надо. Подлить кипяточку. Три-четыре минуты. И продолжим. Отдохните. Ребята. Мне даже вас немного жалко. Вот. Подписывайтесь. Ого. Одна. Одна. Продолжение следует... 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 вот так вот и в культурном саду смешанном саду тогда нужно прививать если сад отдельный там чистые вот так получилось что я 50 километрах обнаружил наточный сад диких уссурийский груш помню сразу выкопал 600 сельцев сразу вырастил сразу привил на продажу и оставил себе из года в год пастя там вот том саду заброшенном почти но там не было культурно ни одно дерево вот там чистота поэтому тут первый вариант ваш если у вас такой сад найдете это не обязательно будут груши я пример с грушами сильно для меня дорогой успех с грушами у меня связан именно с этим диким садом потому что время это в сайногорске практически не было одностоящих культурных груш было отдельных любителей массового не было а плодопитомники продавали груши ну назовем их мягко полусъедобными вот чаще разочаровали сразу замахнуться на там допустим бельгийскую красавицу вот там допустим с канады это используют из болгарии до этого как-то долго дорастали мы быстро переведели и вот получается что и так как бы еще короче я сидите матовый сад не надо берем просто семена а если смешанный сад культурный то там уже эти могут быть испорчены семечки значит иметь культурного отца там расход к сниже но опять же биологическая совместимость выше вот сколько я долго говорил они мне короче вот он здесь я фотографию знаете для чего сделал первое показать что видите я не хожу здесь нельзя нас снежный нетронутый корни в покое не замерзнут второе это у меня тот самый знаменитый я его сделал знаменитый жардель который привез веточку с украины вот две почки пошли ведь как его не разорвало я подставлял доски последний урожай 40 ведер в двадцатом году в двадцать третьем году единичное подношение но это судьба такая чего вы хотите и я хотел сказать что в качестве вот этого примера рядом королевский рядом академия все рядом косточки можно считать что это жар далее вот это вот знаете для чего сделать фотографию нет я про это отдельно поговорю я сразу скажу у меня взял несколько фотографий таких как бы их назвать шикарных тут усадьба телеканал да вот вот нескольких этих журналах такие огромные урожаи помидоры это вроде не моя тема но у меня памяти застревает очень много 20 лет назад когда тема была геномодифицированных растениях вот это была страшная тема шла дикая дискуссия вот когда один академик говорит значит безобидно такие вещи производим вот я думаю наверняка своих детей внуков не кормить сразу не будет всякий случай хоть и будет всем доказывать что это и вот получилось так что лет двадцать пять назад я познакомился с дамой несколько раз подвозил красный хутор своего транспорта не было но она была у нее горит глаза она хотела вырастить плантацию этих груш а в одном из журналов не помню в каком она увидела статью и там было гигантский урожай этих помидор а то время еще на рынок не был насыщен помидорами это сейчас бесполезно сейчас конкуренция тебя убьет любого кто сунется туда со своим урожаем а тогда это было не так и загорелся у нее не было ничего я везу ее в этот красный хутор она говорит то я сейчас мне дали этот адрес одного мужичка он живет один у него большое пустующее поле вот я с ним договорюсь я все это сам я уже звонила в журнал а он за рекламный вот и выпишу этих самых выпишу семян ну вот на чем дело кончилось пока мы ехали я изговорю а вы знаете что творится вы уверены что вот эти вот шикарнейшие а и мне протягивать журнал мне шоферу вот эти шикарнейшие плоды они возможно геномоинцы вы спросили она говорит нет а что надо знаете что вы людей всех потравить куда-то отрицательное отношение воспоминайте заставляли маркировать писать все исчезло все сейчас хрен вы поймете это самое привыкли началось свой помнить и пошло поехало пока это ну ладно я не буду эти темы развивать короче говоря потом она мне звонит она с мужичком договорилась вот потом она мне звонит уже она городская я вот я позвонила сказал легенномодифицированные семена я честно журнал сказал вы что будете делать все буду делать это на что-то надо буду садить может они безобидны вот этот пример я привел а сейчас вот эта усадьба она несколько дней подряд вот это показывается с повторами с повторами это я случайно как бы пока хватал фотоаппарат с экрана только вот это а там такое творится вот в общем где-то в другом месте снял потом покажу и вот спросите вы они геномоинцы почему журнал усадьба этот телеканал молчит почему авторы программы молчат а это что вы хотите детей геномоинцы кормить вот такой вот моя как это реприза реплика сюрприз здравствуй константинович для вас есть сюрприз наблюдаю за народными приветами 9 лет и заявляю с радостью что они работают примет очень много души практике пользуюсь тремя которая прогнозирует погоду на зиму и на лето вплоть до октября что это дает для садовод огородника дает самую бесценную пользу когда садить где садить открытый грунт закрытый грунт планируете утепление молодых саженцев и все вытекающие факторы очень покров 4 октября читайте сами здесь копны этот я забуду все равно через минуту я уже пробовал читать тут это был вот если интересует у всех давно старался поэтому давайте включите а я пока маленький кусочек маленький кусочек конфеты для поддержки штанов так пригодится если запоминайте записывайте вот ненужной информации не бывает а а а а а а а а так друзья кто ведет дневники надеюсь вы думаете потом вернуться к этой теме теперь обещал я ответить на вебинаре ответил здесь у меня была большая тема я ее свернул у меня будет еще много фильмов помимо не не успеваю вот это мне заготовлены материала сейчас мы говорили с вами час 25 процентов потому что я должен сказать а потом опять письма приходит так вот смотрите я здесь отрезал причем отрезал аккуратно выше почки видите почки считается что это правильно почки не проснулась если вы скажете мне надо было делать скос вот эту барану было бы два раза больше по площади я ничего не путаю еще быстрее бы мороз забрался от этой почки но мороз все равно добрался и почка мертва ниже это так называемый капицу тоже мертва и только ниже вот столько ушло на мороз на то чтобы вот это теперь она сыграла роль пусть это центральный проводник пусть это не боковая ветка но принцип тот же и так получился пень который заткнул прохождение мороза ниже вот где-то тут он остановился это горькая правда это сибирь они же нормально все пошло вот они теперь новые ветки они обязаны были появиться почему этого никто не замечает то самое страшное это будет потом дело в том что я ничего не выдумывая помните будем бороться с жировиками прошлый раз вспомнил да именно вот эти ветки которая как правило начинают плодоносить на третий год могут и на второй почему это когда вот такая страшная рана вот такой спил тогда появляются ветки действительно трехлетние а это еще достаточно молодая и на ней может быть даже это уже почки не из клеток как я вам объяснял то чего почему-то наука мудро молчит на эту тему а именно из почек то есть вполне нормально нас еще год зацветет почему их полагается уничтожить потому что их приговорили даже не задумывая что творят вот это хотел сказать вот яркий пример вот тут было отрезано если вы по науке на науке наискосок тогда рано было бы два раза больше по площади и остроконечное было бы рано то тем более бы никогда бы эта почка не пошла в рост бывает и такая идет рост какая зима такая морозтойкость вот вот это вот ошибка вырезать вот эти ветки это будущее крона всегда за обрезкой следует загущение данном случае полезное загущение вот белоруссия привет товарищи шмарев как товарищем обращались для меня разницы нет русский белорус всем и товарищи здравствуйте хотя раньше смотрел ваше первое видео а статье молодого украинца по персикам вчера еще раз прослушивать второе видео и правильно увидел новую особенность персика ну-ка ну-ка я уже не помню так и возник вопрос об особенностях выращивание персиков из косточек вы четко выделили особенность именно персика хасанского что у него глубинная стержневая корневая система вот и значит этот персик достается глубины минеральное соединение и другие вещества существа повышающего его стойкость но это должен считать и садовод все верно тогда чтобы не повлиять корневую систему конскую персику нужно сразу высаживать на постоянное место тоже все верно но из предыдущего материала у меня сложилось представление что персик хасанский хватит облить на один из видов абрикоса маньчжурского кстати какой из трех видов абрикоса амур сын маньчжурса номер три и маньчжурский патриарх который мне выслали более подходит для привык персика это на будущее сейчас отвечу если персик надо садить на постоянное место то как лучше сделать посадить очередь в надежде что он придет статификацию естественных условиях или все-таки предпочтительно статификацию более мягких сами разделили естественно это жесткие мягкие условия давайте начнем со второго с этого вопроса и так я сажаю 1500 косточек поджурса когда мне первый раз дал урожай ты цвета скромных куда бы надевать куда есть тогда не расстался с этим комсомолом то есть с островом еще вот и тогда я раскопал там почва была большая хватало не знаю почему короче взошло 180 из 1500 из 1518 ну а дальше пошло все пошло 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 это были по двое переводниками собственно вот вот это были естественные условия согласитесь при просе градовых условиях вот те которые взошли наверное имели какие-то преимущества перед теми которые не взошли вот вам естественные условия а вот влажный песок поглядя 0 плюс 1 все верно если бы 23 кстати я предпочитаю 23 вот тут они уже так заморожены не заморожены но это как такой глубокий сон потом проснуться не проснуться 23 у меня уже в апреле вот они почти все локруши и тогда получается что допустим попробуем разделить нас от товарища шмарев например ну господин им язык не пора осознать друг шашмарев значит если вы такой же хотя то есть вам интересно каким-то образом испытывать не просто об этом мне-то легче всех я могу посадить хоть тысячу ход действий я могу 100 точку посадить по мне уже это сам это заплакать уже это самая теряется к академии по счету не плачет и 100 тысяч могу и они практически все взойдут и можно совершить настоящую революцию но пройдет время допустим 1000 и вот их уже 800 кого-то мыши съели 500 а вдруг все-таки какие-то супер условия невероятное и стало 300 но именно они станут будущим садом для себя вообще округи вот это все округи и так далее значит это испытание поэтому тогда вам надо брать побольше и побольше и тогда вы должны брать количеством теперь возьмем где почти стопроцентное условие нормальное созданный для стопроцентной но не 100 90 процентов схожести тут для вас главное что по выход годного и продажу или прививку но по принципу может я меньше тогда закажу и деньги сэкономлю зачем мне тогда сто или тысячи понимаете разные люди для разных целей вот это я хотел сказать теперь первый вопрос он очень важен и так вот он хасанский естественно желать его привет почему я его приучил я приучил сыновья манджурса сады должен быть какой не амур не патриарх а сын манджурса когда-то началась отец или как-то выливать и сын так и тогда получается что начинал приводит естественно первое на подвое были манджурску патриарх потом перешел ну божий патриарх отдавал куски сыну уже вот а сам пришел на сыновей то есть сыну железового сына пришел на сыновья манджурса вот и они прекрасно лицады дали хорошая совместимость набор не пробовал но уверен что пойдет прекрасно почему пробовал на сливу на китайскую на красно-желтую красно-сеную прекрасно идут то есть он настолько пластичен сам по себе персик хасанский что на проблем не будет хоть на амур привайте хоть и лазерский патриарх заказывайте есть полно у меня бора есть полно манджурских патриархов и и личного я предлагаю его вот это ну что проверил эту при хотя основные вряд ли будет все на вопрос ответил